И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре тот самый Твинс с турбоускорителями, посмотрим на что он сейчас способен в нашем матчмейкинге. Довольно таки давно я на нем уже не играл, этот челлендж для меня лично уже пройден, я уже получил все скины, получил все награды, и сегодня благополучно у меня появилось время, чтобы записать видос на турбоускорители. Многие ребята уже после получения этого Твинса периодически играют в матчмейкинге на нем, и я бы наверное со стороны не сказал, что это супер какое-то имбовое устройство, но все равно в моменте резист от Твинса уже нужен в матчмейкинге, в связи с тем, что их стало намного-намного больше. Попробуем сегодня реализовать одну интересную комбину в виде Дика Твинса, и в моем случае это Дика Твинса Легаси, диктатор за счет своих критов будет давать возможность наносить большее количество урона с Твинса, ну и за счет того, что Твинс будет лететь супер быстро, в теории может получиться мини такой вулканчик, который будет еще и со сплэш уроном. Поэтому, может быть это сработает, может не сработает, я честно не знаю, как уже сказал, супер давно не играл на этом Твинсе, я играл только в момент выхода его, и то тогда он мне показался каким-то, ну, мягко говоря, слабым. Да, поэтому посмотрим, что из этого выйдет сегодня, я сразу, наверное, возьму резист от самого себя, потому что я, скорее всего, буду сближаться, ну и возьму рикошет с молотом. Что рикошетов, что молотов, сейчас у нас в матчмейкинге довольно большое количество встречается, ну и по режиму, по режиму, по режиму, по режиму, я бы, наверное, пикнул бы какую-нибудь ЦП-шку, либо, может быть, даже ТДМ-очку. Ну, давайте ЦП, давайте ЦП попробуем, посмотрим. Вообще, можно было бы быстрый бой пикать, но там есть шанс, что мне попадется какой-нибудь Джиггернаут, Джиггернаут я бы лично не хотел бы видеть на Дикотвинсе, а там будет крайне-крайне сложно все это дело реализовать. Так, ну, нас закидывает на не самую, наверное, крутую карту, сейчас я быстро звук подфикшу, потому что у нас суперкрутой звук в нашей игре. Так, ну и смотрим, как торпеда будет наваливать, у меня сейчас, кстати, одет Кризис, я Кризис, конечно же, переодену. И я думаю, что мы с вами сейчас возьмем дрон Гипериончик, я считаю, что Гипериончик для такого сочетания будет идеально сочетаться, хотя, ну, видите, с Кризисом тоже в моменте можно неплохо так побускать. То есть, цифры, не сказать, что большие залетают, но нужно понимать, что здесь акцент идет, ой, не то взял, здесь акцент идет на критический урон, да, то есть здесь Кризис наносит большее количество урона значительно, чем обычный выстрел. Соответственно, как раз-таки, вот эта вот комбинация с Диктатором может быть очень эффективна, ну и насколько эффективно, мы вместе с вами узнаем, посмотрим. Резистов от Винца у противника нету, ну, только один резист, ну, я бы не сказал, что это как бы резда, поэтому возможность реализации сейчас у нас с вами должна быть и должна быть хорошая, прям очень даже хорошая. Катка у нас тоже идет к досрочке, ну и за счет, кстати, вот такого большого расстояния, плюс хорошего сплэш урона, можно, ну, неплохо так набуцкивать, да, то есть вы видите, то есть это уже, грубо говоря, дистанция больше, чем та дистанция, с которой работает эффективно шафт с триплетом, да, то есть сейчас шафт с триплетом только на ближней и средней дистанции нормально себя показывает, а здесь с Твинсом, ну, прям на таких бодряках конкретных можно накидывать урончик, что-то похожее по расстоянию с Рикошетом на Гелиус, да, но в моменте мне почему-то кажется, что этот Твинс даже может смотреться интереснее, чем Рикошет с Гелиусом. Вот у меня есть такое ощущение, да, то есть кажется, что это такое немножко глупое устройство, но по факту я бы сказал, что его можно реализовать, и можно реализовать даже очень круто, хотя я раньше, наверное, бы этого бы никогда не сказал. Ну вот сейчас я в рамках этого боя точно вижу, что реализация может залететь очень вкусно. Так, давайте прожимаем овердрайв, у нас тиммейт откатывается, не знаю, там раздал я до него овердрайв или нет, по 356 урона за каждый крит. Ну да, это, короче, грубо говоря, это Вулкан под критами, только, только, только нужно понимать, что у вас еще есть сплэш урон, то есть это может быть еще даже жестче, чем Дико Вулкан. А если парочку-тройку таких твинсов буцкануть на пати, на матчмейкинг, мне кажется, что может получиться очень сильно, это будет твинсовый развал просто. Если бы такого плана видос хотели бы увидеть, обязательно поддержку данного видоса лайком. Ну и сверху, я думаю, что можно было бы в комментариях написать, что это темочка интереса, что надо твинсовый развал оформить. Можем даже какую-нибудь цель поставить, давайте 150 лайков на этом видосе, и мы запишем с ребятами видос на Дико Твинсах с турбоускорителями, попробуем реализовать эту жесткую комбинацию. Мне вот почему-то кажется, что это может очень и очень круто сработать, может быть супер-супер эффективно. Так, ладно, давайте хантер-эзидочку бомсанем, заберем овердрайв, конечно, сейчас на Диктаторе по ощущениям как будто быстро не копится, но, наверное, это тоже не такая большая проблема. Пробуем накидывать урончик. Здесь, конечно, немножко плохо, что карта такая, где противник не супер-кушкуется. Если бы здесь была бы такая карта, где противник кучковался бы, то реализация этого твинса была бы посильнее. Да, то есть, если бы это была бы, я не знаю, там какая-нибудь платошка, да, то есть, либо, ну что у нас такое может быть? Да даже какой-нибудь Александровск, я думаю, что даже он бы подошел бы. Ну, либо просто формат осады, к примеру, тоже бы сработал хорошо. Но расстояние прямо очень вкусное. Такого расстояния приятно накидывать урончик. Сейчас попробуем еще реализовать овердрайв. Ну, и гипериончик сочетается супер-круто с этим твинсом, потому что вы долго живете и постоянно имеете расходку на накидывание урона по противнику. То, что вам надо. Я считаю, что это тоже одна из успешных вещей, которая помогает этому сочетанию. Ну, и не только этому сочетанию, очень большое количество сочетаний сейчас, как по мне, очень круто смотрится с гиперионом. Хотя, многие до сих пор недооценивают этот дрон и считают, что он не актуален. Ну, я бы, конечно, с ними поспорил. Потому что, как по мне, гипериончик очень круто смотрится. Когда ты имеешь на постоянной основе полурасходочку с тем раскладом, что у нас бустеры занерфили, сейчас это очень крутой вариантик. Так, нам было бы неплохо сейчас реализовать овердрайв. Я уже вижу неплохое количество противников, но я не вижу тиммейтов. Так, вот, вижу тиммейта. Раздачка пошла. Хорошо, первого набрили. Второго набрили. Третьего набрили. Четвертого забрали. Пятого. Хорошо. Очень хорошо. Вот сейчас раздачка овердрайва очень вкусно залетела. Но, если бы у меня была бы возможность реализовать так каждый овердрайв на этом Дико Твинсе, я думаю, что на нем за бой можно было бы набирать и по каких? Их 60-70 килов. Вообще в легкую. Ну, смотрится круто. Да, я, конечно, раньше никогда бы не подумал, что этот Твинс может выдавать такие вещи. Серьезно. То есть, ну, в моем понимании, Дико Твинс с турбоускорителями это типа что-то слабое, что-то неактуальное и что-то, что не будет работать. А сейчас, такой вот комбинашкой, я вам могу сказать, что это может быть очень и очень эффективно и очень круто работать. Урон вполне неплохой, но при Криты, в принципе, уже вообще говорить нечего. Вы сами все видели, насколько быстро можно уничтожать противника. Ну, наверное, скорость чуть-чуть хуже будет, чем с Вулканом. У Вулкана Криты просто пожестче. Но в целом идея сохраняется, да. То есть, если, например, у противника есть резисты от Вулкана, вы любите играть с Дико Вулканом, то как альтернативный вариантик, я думаю, что этот Дико Твинс может сработать. И сработать очень неплохо. Но тоже надо смотреть в зависимости от резистов, что порезам у противника уже от этого отталкиваться. Так, у нас остается 4 точки до конца. Я так понимаю, что, скорее всего, здесь у нас будет досрочка. Либо противник еще будет бороться до конца. Я хотел бы хотя бы еще один овердрайв реализовать. Что без еще одного овера будет как-то ну такой-си, такой-си. Так, точку не захватывает наш тиммейт. Это хорошо. Сейчас мы поедем, тогда ее захватим. И заодно с того фланга можно будет сразу вжимать овердрайв и пробовать уничтожать противника. 92% у нас уже овердрайва есть. Быстренько по изиточке накидочку оформляем. Так, ну и здесь противник уже, в принципе, открывается под нас. У Титана купол уже должен пропадать по времени. Блин, ну, чуть-чуть я и поторопился, но все равно да. По сплэшам еще как вкусно залетает сплэш. Очень хорошего этого твинца. Тоже работает эффективно. Ну супер, супер, что я могу сказать. Я не ожидал, честно, честно, я не ожидал. То есть, в моем понимании, это не должно было работать. И в этом не должно было быть эффективности. То есть, это должна была быть какая-то дефолтная комбина в среднем балансе и не суперинтересная. Но сейчас я для себя вижу, что это может быть прям реально очень эффективной вещью. Реально очень эффективной и интересной. А я до этого, ну, видя такого вот пинца, думал, что это просто шляпа усатая, которая вообще ничего у нас сделать особо в матчмейкинге не сможет. Так, ну и досрочка будет у нас. 49 и на 50. Успеем перейти или они успеют точку захватить? Нет, не успеют. Победочка, победочка. Пятерочка с такой катки. 29 килов. Всем раскладам, что это, во-первых, досрочка. Во-вторых, я запикался в начатый бой. Пару-тройку овердрайвов реализовали на Диктаторе. Поэтому, друзья, если вы получили этот винс, обязательно я бы на вашем месте попробовал эту замечательную комбинацию. Если у вас есть лего скины, так она еще и смотрится очень круто. Давайте, кстати, попробуем. Может, с ветеранчем компим-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, с ветеранчиком. Как сочно смотрится. Ой, сюда просто. Ой, сюда просто. Сюда. Очень хорошо. Поэтому пробуйте, реализовывайте. И, быть может, быть может, вы в этой комбинации найдете для себя что-то интересное. И будет у вас получаться реализовать. Но, смотрите на резисты. То есть, если резисты появляются от винса, то можно вулканчик обмцануть. Потом, хоп. Резисты сняли. А обратно твинса. Хоп. На добавочку. И просто буткайте, буткайте, буткайте. Поддерживайте видео с лайком. Если вам понравилось. Обязательно не забывайте также подписываться на канал. Нажимать на колокольчик. И, допустим, пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте кему лично. Так, это тактимпэ. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов. И на 20 тысяч танкоинов. Все информации по поводу розыгрыша есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok